Был суровый подъем, теперь суровый спуск. Всем привет, друзья! Сегодня у нас спортивный выпуск. Участвуем в забеге под названием Marhod Trail. Покажу вам красоты Новороссийска с высоты птичьего полета, с высоты мархотского хребта. И прежде чем начнем, как всегда, попрошу поддержать лайками, баллайками. Подписывайтесь на канал, если до сих пор не подписаны. Начинаем! Ну, теперь все готовы. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Понеслась! Фу! Уже толпа немного растянулась. Задувает прохладный ветерок, сквозит. Но настроение супер. Первая грязь. Вообще, организаторы обещали нам сегодня много грязи. Я-я, азер гуд! Приближаемся к моему самому любимому месту Марковского хребта. Особенно этому трейлу. Это местечко вносит свою изюминку. Кстати, прошлые годы именно здесь был старт Мархот-трейла. Двигаемся дальше. Улица пограничная. Нам подниматься на самую гору. О, я-я-я! Зер гуд! Как вам такая красота? Карьер цемзавода Пролетарий. Вид со стороны птичьего полета. Порт Новороссийск. Ну и дальше, за Цемецкой бухтой, Южный район, Центральный район. Не правда ли красота? Впереди виднется небольшая бородулька. Но я, как местный житель, знаю, что это такое. Сгустки тумана на вершине Марковского хребта. В общем, погружаемся в бездну. Примерно пару месяцев назад прогуливался здесь. Я обращал внимание на особенность этой горы. Когда поднимаешься, дует нереально сильный ветер. Но только спускаешься за перевал, полнейшая тишина. Сейчас проверим. Уже подходим к самой вершине горы, к самому перевалу. А вид все ярче и ярче становится. Такой сквозь небольшой туман. Утро Новоросса, так назовем этот пейзаж. Картина маслом. Перекусим. А что у нас в меню, расскажите? Шашлык, лобстеры. Лобстеров точно не надо. Вот апельсинчик, то, что доктор прописал. Ну и также освежительный, волшебный глоток свежей, талой, родниковой водички. Ну все, бежим дальше. Разомнем немного косточки. Пробежим, тем более, на такой подходящий асфальтированный спуск. Ну вот то, про что я говорил. Полнейший штиль. Щебечат птички. Настроение поднялось еще больше. Силы прибавились. Остановился не напрасно здесь. Под слоем асфальта скрыта брусчатка. Кстати, вложили немцы во времена Великой Отечественной войны. Здесь была оккупированная территория. Ну и не сами немцы, конечно, пленные. В том числе и русские. Но сам факт, что асфальт ушел, а брусчатка осталась. Делали же когда-то. Еще немного грязюки. Пробегаем насосную станцию. Озеро Небержай влево. Мы бежим направо, согласно разметке. Вдалеке виднеется просвет. Водохранилище Небержай. Ну, как видим, на сегодня наполнилось оно. Вопрос к администрации открыт. Почему до сих пор вода подается по графику? Нормальная человечачья дорога уходит налево. Но нам организаторы приготовили сюрприз. Двигаемся направо. Вот по этой ЖЖ. Скользко, однако. Да, грязь. Лечебная, полезная. Можно обмазаться на халяву. Ну, все, как обещали организаторы. В такой речушке, я думаю, даже щука водится. Где моя удочка? Жижу размесили. А что обозначают вот эти капельки на луже, а? Это обозначает, кажется, дождь начинается. Не вовремя, однако. Так, попробуем не упасть здесь. Оба! Еее! Сделал пока что сухой. Это какими же джипами здесь размесили такие колеи. Это квадрики. Квадрики. Мне кажется, тут шишига не меньше. Все филонят. Никто не хочет по жиже бежать. Все оббегают по бугру. И я не исключение. Вернулись на дорожку. Жижа с жижей. Вот здесь можно, кстати, ключевой водицей попить. Но не рекомендую этого делать. Лучше бы я дальше шел по верху. Опять эта жижа. Да, с грязнючими ногами. Не очень-то по кайфу бежать. Чуть не уехал. Еще какое-то суровенькое испытание. Вот она, да. Началась самая жижа. Самая же. Я даже так закрещу это слово. Только в перепрыг. Теперь был суровый подъем. Теперь суровый спуск. Да, лучше бы действительно по низу шли. Да, по суровому. Номер надо только действительно прикрепить нормально. Бывает и такое. О, вот это по суровому. Вот даже надо. Как гласит поговорка. Гори сарай, гори хата. Но я пока не готов бежать дальше с мокрыми ногами. Как человек местный, южный, суровый. Попробуем перепрыгнуть. Сделал это. Разве это дорога? Я тут снимаю все. Если что, меня жди потом. Запихай, запихай. Пробуксовка. Шипованная резина зимняя. Хорошо. Вот так выглядят мои ноги сейчас. И мы пробежали, ну не больше десятки, я думаю. Посмотрим, какие они будут на финише. Обязательно акцентирую на этом внимание. Еще одна речушка. А тем временем дождик только усиливался. Сказка продолжается. Я владелец железяк шараобразной формы. Люблю, когда адреналина втрое выше нормы. На деле бронебойный тип с манерами барона. Меня когда-нибудь порвет мой сброс тестостерона. Плюю стальную стружкой и дышу парами ртути. Стальные яйца, мой билет, везде дойти до сути. Когда иду, о них звенит мой старый парабеллум. Приятно, когда близко к телу прилегает феорум. Очередной суровый, грязный, скользкий подъемчик. Так, силы потихонечку начинают меня покидать. К сожалению, но будем надеяться еще на второе дыхание. Наконец-таки появилась нормальная дорога, на которой можно потрясти косточками. Нормально пробежаться. Где-то там на горизонте вижу просветы. И вспомнилась сразу песня. В конце туннеля вижу свет. И он надежду подает о том, что наше время когда-нибудь придет. Вышел на разветвитель 46. Налево 22. Направо. Да, суровый подъем придется преодолеть тем, кто 22 бежит. Но нам налево. Из такой горочки можно просто лететь. Попала в ноги какая-то то ли палка, то ли камень. Внимание, нефтепровод. Проезд здесь. Строитель создания сооружений на расстоянии менее 150 метров не допускается. О, выпал камень, походу. О, мои бедные кроссовочки. Как же долго придется вас мыть. Запасся дома родниковой водицей. Жизнь удалась. Нехилая горочка. Градусов 35 подъем. Чего-то подустал как-то. Бежал, бежал. Увидел издалека горочку. Думаю, надо как-то снизить темп. Пешочком пройтись. И тут как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. Подъем ее больше, чем на 45 градусов в конце. Придется как скалолаз залезать. Думал, поднялся. А за той горой еще одна гора. И, боюсь, это не предел. Судя по надвигающемуся туману, все-таки мы приближаемся к самой вершине этой горы. А что это за гора, если честно, я даже понятия не имею. В какой-то попе мира находимся. Походу, здесь еще не ступала нога человека. Ну и, наконец-таки, долгожданный спуск сквозь туманы. Вот так бежишь, бежишь по тропинке. Пробежал метров 50, благо меня кликнули. А поворот здесь налево. Виды неземной красоты открываются с этой вершины. Но, к сожалению, все покрыто туманом. Можно включить импровизацию, фантазию. Поразмыслить, что же там скрывается за туманом. Я думаю, того стоит. А виды там и правда шикарные. Немного весеннего настроения. Ландыши, подснежники, васильки. Не знаю, как правильно называются эти цветочки. Но настроение весеннее появляется. Идем, идем. Подъем в горку. Уже метров 200. И опять идем в какую-то неизведанность. В туман, в бездну. Хуже всего, когда не знаешь, что тебя ожидает. Удеваться некуда. Сам подвязался. Вот те красоты, про которые я говорил. С этой стороны туман немного рассеялся. Просвечивается гора, по которой мы бежали совсем недавно. Поднимемся еще выше. Поднялся на очередную верхушку. Чувствую себя замечательно. Свежий горный воздух. Невероятно красивые виды. Это то, что понравится всем любителям горного бега. Бежали, бежали. Куда-то прибежали. Нас встречают отряды МЧС. О! Берега! То, что я люблю. Пацаны, подгоните машину сюда переехать. Давай, давай. Не расставляйте. Блин, ну побойтесь бога. Я не знаю, что мне делать. Ну, как говорится, настоящий тревел-блогер найдет выход из любого положения. Ааа, водица студеная! Ну все, как-то перебрались. Дальше еще, говорят, брод будет. Все то, о чем я мечтал. Вот этот стол побогаче уже будет, чем первый. Кока-кола с вискарем. Ну, на первом подъеме, да. И там тоже была кола-шка. Аааа. А можно тоже? Тут и чай предлагают. И что там, пацаны, еще в меню? А где бульон? Надо это запечатлеть на видеокамеру. Я тебе расскажу историю. Чай, бульон. Да, из чего варили? Этот бульон из дичи предлагали ультрамарафон сам ночью. Кто пробовал, оставался, а потом уговаривали продолжить гонку. Я понял. Короче, волшебный бульон, лечебный, короче, да. Блин, ну я кушать не хочу, я позавтракал хорошо. Ну ты на финиш пооттащи, по-братски. Хорошо, сейчас подвезем, не переживай. Спасибо этому дому за шикарный обед. Побежали к другому. Говорят, следующий пункт питания будет через 10 километров. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.